То есть это не мы вот взяли и решили, здесь будет. Нет, это процедура согласования у Роспреднадзори. Да? А что нам сказала Ищенко? Как она нам сказала? Она не так нам сказала. А я вам покажу, документы покажу. А у меня есть документы? Да, вот на эту площадку согласования. На все площадки. Она раньше говорила, ну там размежеванное все сделано, около маяка, за маяком, где раньше был киоск. Там пустырь такой. Мы как бы и согласились, да? Там было у нее. Нет, а вот вы мне объясните. Она и здесь площадка есть. У нас по нормативам, ведь вот эти вот дома, они должны туда носить, понимаете? Им нужно тоже создать. Конечно. Я-то вам о чем и говорю. Оно и здесь положено, и там положено. Но если мы каждому дому поставим, то о чем я вам сказал, тогда необходимости в этом нужно. Вот о чем есть. На какие деньги мы попадаем, если каждый себе дом будет ставить? На стоимость контейнеров, она будет три вида контейнера поставить. Я говорю, что контейнеры не уходят у нас. Да ну вы что? Елки-палки. Так, а тогда вот эти 6 миллионов, для чего вы выделили вашу городу? Это городские. Сегодня конечный результат этой встречи? Пока его нет конечного результата. Мы ведем переговоры. Я предлагаю жителям этого дома и близлежащим около своих домов поставить площадки. Свои контейнерные, чтобы их обслуживали только свой дом, около каждого домов. Вот собираться будем, управляющие компании приглашать, садиться и разговаривать об этом. Как, в каком порядке мы этот вопрос будем решать? Этот вопрос нужно решить во всем городе, в принципе. Только тогда у нас будет порядок, когда в сборе мусора будет принять участие все. И жители города, и муниципальные власти. Сергей Иванович, вот на ваш взгляд все-таки, вот столько времени обсуждали обустройство контейнерных площадок. Почему у людей до сих пор остаются вопросы, и при чем такое вот напряжение? А потому что, вы знаете, в городе изначально этот вопрос был не решен. Поэтому сейчас, когда мы пытаемся изменить что-то, возникают вопросы. Это обоснованные вопросы, справедливые. Потому что изначально вот у этого дома когда-нибудь была своя площадка? Не было. Когда дом сдался, так ведь? Ее не было изначально. А сейчас, когда мы предлагаем всем, вот. Кто-то это понимает, и в душе, видимо, все понимают. Но отторжение идет на уровень того, что только бы не около моего дома. Пусть где-то будет площадка, а те картины из прошлого, которые были, когда стояли двухэтажные контейнеры, они были вечно грязные, вечно не убранные. Они у всех, да, они у всех вот ассоциативно и представляются, понимаете, любая площадка. Но вы думаете, новые контейнерные площадки, они будут примером и образцом для подражания? Мы будем стараться, чтобы те были убираемые, эти площадки. А второе, я очень хочу, чтобы в каждом доме в городе были свои площадки, за которыми отвечал бы дом и гордился бы рядом с другими домами, что у меня вот такая образцовая котельная площадка. А как вы думаете, сколько времени может пройти, вот прежде чем вот такая картина действительно в Назарово будет? Вы знаете, у нас времени нет, поэтому добиваться нужно, чтобы она как можно быстрее появляться стала в городе. Но это в течение года, на перспективе? Да, я думаю, что да. Год как минимум на это уйдет. Минимум? Минимум, да. Я не исключаю, но тем не менее, это нужно, чтобы все поняли, что вот такие большие площадки, которые трижды, четыре раза сзади не убираются, это тупиковое решение. Их может быть много, но они постоянно будут вот в таком состоянии неприглядным. Нужно, чтобы в каждом доме такая площадка была. И только тогда будет порядок? Конечно, конечно. А мы сделаем муниципальные большие площадки для того, чтобы собирать крупногабаритные грузы. Вот такие вещи. То есть вы готовы создать жителям условия, да? Мы работаем вместе с жителями над этим вопросом. А вот этот вопрос, по конкретной этой площадке? Я сейчас приостановлю пока работы здесь, приостановим. И пока мы посмотрим, как мы найдем взаимопонимание с жителями этих домов. Но это ведь может затянуться. Да нет, я думаю, что не затянуться. Люди все благоразумные и прекрасно понимают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!